Совсем недавно к нам в руки попал вот такой старинный фонарик. К сожалению он не в рабочем состоянии и выглядит ну совсем некрасиво. Весь такой ржавый и местами мятый, так что работы здесь достаточно. После вскрытия крышки мы видим, что здесь есть лампочка, но она уже сгоревшая, так что нужно будет ее заменить на новую. А все остальное требует тщательной очистки от ржавчины. И еще здесь нет аккумулятора, почти всю емкость корпуса должен был занимать он, но к сожалению он не сохранился. Первым делом мы снимаем отражатель лампочки, он держится на двух изогнутых усиках. С помощью отвертки отодвигаем одно из них и снимаем отражатель. Как мы видим местами он покрыт ржавчиной, откладываем его на потом. И вооружившись шуруповертом высверливаем отверстие в старых заклепках, чтобы как следует убрать и очистить всю грязь и ржавчину, что находится под этими железками. К счастью нам удалось сохранить родное стекло фонарика, но оно очень грязное, так как этот фонарик повидал много чего в своей жизни. Откладываем само стекло в сторонку и также высверливаем заклепки, что держит систему для фиксации лампочки. Сзади у фонарика судя по всему была ручка, похожая на резину или кожу. Здесь тоже убираем заклепки. И все, теперь фонарик готов к дальнейшей очистке. Берем гель для смывки краски и кисточкой наносим на весь корпус, чтобы убрать старую краску. Как мы видим, при соблюдении правил краска быстро набухает. Ну а мелкие детали, вроде отражателя стекла и самой системы крепления лампочки, мы бросаем в горячую воду и зубной щеткой тщательно очищаем от грязи и ржавчины. Работая с такими деталями, нужно быть аккуратным, так как они требуют особого ухода. Через некоторое время все детали мы очистили от грязи и ржавчины и положили в сторонку. А тем временем, краска уже полностью слезла. Взяв щетку, мы начали убирать ее. С краской мы разобрались, но есть еще одна проблема, и это ржавчина. Чтобы убрать ржавчину, существует много способов. Если вам интересно, мы снимем про это ролик, поэтому подпишись на канал, если еще не подписан. После процедур по удалению старой краски, берем тряпку и сушим корпус фонарика как следует. И взяв гель по удалению ржавчины, наносим кисточкой тонким слоем, при этом покрывая всю поверхность. Незаметно и очень быстро почти всю ржавчину мы убрали, но есть места, где все еще ржавчина не поддалась. Для этого существует корт щетки. С помощью такой насадки на дрель мы дополнительно очистили всю оставшуюся ржавчину. Также на крышке была вмятина. Легкими ударами нашего молотка аккуратно уравниваем ее, стараясь не переусердствовать. Теперь на детали, которые не должны быть окрашены, мы наклеили бумажный скотч. Так как красота в деталях, оставим эти кнопки хромированными, как и были с заводом. На кнопке включения сверху также наклеили скотч. Через этот скотч продеваем проволоку и повесим, чтобы нанести первый слой грунтовки. Грунтовку лучше наносить в 2-3 слоя с промежутками. Так как мы восстанавливаем фонарик, а не самолет Як-9, мы ограничимся одним слоем грунта. Чтобы грунтовка быстрее высохла, подогреваем строительным феном. Спустя 2 часа можно наносить краску. Мы выбрали черный цвет, так как фонарик изначально был окрашен в черный. Спустя еще 2 часа краска высохла, и мы можем приступить к сборке всех частей. Как мы и говорили, что красота в деталях, всего лишь 2 детали дают уже вид. Берем стекло и ставим на место. Далее поверх кладем стеклодержатель. И с помощью ручного заклепочника заклепаем детали. Также поставим на место очищенную систему ламподержателя со всем механизмом. И крепим на заклепки. С левой стороны 2 заклепки получились не очень, их мы сточим в конце. Ставим отражатель на свое место и вкручиваем новую лампочку. И также новый аккумулятор, который мы приобрели для этого старика. Нажимаем на кнопку сверху. И вуаля, работает. А вот эти выпирающие заклепки мы убрали на ленточном станке. И также под конец, чтобы реставрация была полной, мы сделали ручку из куска кожи. В старину наверняка люди гордились, что у них есть это чудо. Так как такого изобилия, как сейчас не было. Ну и конечно тесты. Издалека светит очень хорошо и кажется, что кто-то идет с винтовкой Мосина. В основном этот фонарик был отличным помощником в те времена для таких задач, как посмотреть на карту, почитать письмо и других мелких задач. Где нужно что-то подсветить и так далее. Ну а мы восстановили этот фонарик и чуть окунулись в старые добрые времена. Думаю, этот фонарик будет отличным украшением на полке и украсит интерьер. Если вам понравился данный ролик, то обязательно поставьте лайк, поделитесь со своими друзьями и подпишитесь. Мне будет очень приятно.